Привет! Привет! Как тебя зовут? Представься, пожалуйста, и скажи, откуда ты звёшь? Меня зовут Андрей. Я проживаю 20 лет на Кипре. О вас узнал... Слушай, Андрей, это ты, господи, это ты же композитор, который музыку читает. Ну, ёлки, я сразу вспомнил. Ну, как с твоей музыкой-то? Как дела? С музыкой всё хорошо. Слушай, может, ты буквально 5 секунд сыграешь, или ты потом сыграешь в конце? Или вопросы сейчас задашь? Что ты хотел? Нет, я потом сыграю. Просто я вам потом сыграю, вы послушайте. Просто, ну, я очень часто слежу за вашими в интернете темы, которые вы развиваете по поводу... по поводу школы будущего. А ключи два. А, тебе... Да, да, да. Да. Да, и мне... Ну, естественно, я тоже этой методикой занимаюсь и постепенно тоже вхожу в потоки для того, чтобы тоже стать... приобрести хотя бы какую-то... Стать сверхъестественным. Не, ну, ты и так сверхъестественный. Я имею в виду... Нет, я имею в виду, что как бы, ну, не какими-то, скажем... Ну, раньше же люди как? Они употребляли какие-то препараты для того, чтобы что-то предвидеть. Там или алкоголь, там, да, скажем... То есть они пьют для того, чтобы что-то видеть, правильно? Или там таблетки, ЛСД и так далее. А ваш метод это как бы как естественным как бы силами, скажем, природы. Слушай, я тебе хочу сказать, что ты хорошо выглядишь. Дай Бог здоровья. Дома как у тебя? Дома как у тебя? Нормально? Нормально, все хорошо, да. Погода сейчас. У нас тоже дождь, дождь. Понятно. Да. Знаете, смотрите, Хосем Агамедович, значит, недавно мне вот пришло такое... Вот смотрите, да, вот когда человек попадает в сложную ситуацию, допустим, вы помните, когда я вам говорю про медведя, да? Да. Что происходит у человека? У него страх появляется, то есть, естественно, повышается адреналин, то есть, значит, организм подготавливается к, скажем, бегству. И все самосохранение включает мобилизацию. Да. И что он делает? Он начинает, человек, бегать, правильно? Да. Для того, чтобы он или бил, или оцепенел, да, синдром включается, целый там механизм природы выработанный, да. Да. Это животных у нас еще в генетике. Да. Так вот, когда он уже... Они тоже так себя ведут. Вот у меня черепашка была, вот я ее трону, она от неожиданности раз и сразу в панцир уходит. Мгновенно реагирует. У нее тоже, видимо, так же. Да-да, извините, я перебил просто. Нет, ничего. И когда, значит, ну, бывает, конечно, по-разному, то есть, он может и догнать, но мы сейчас говорим конкретно о ситуации. То есть, когда он убегает, он очень, естественно, долго бежит. Когда он устанавливается, он в тот момент, он начинает как бы задыхаться, правильно? Так, подожди, ты про медведя или про человека? Нет, я говорю, я имею в виду, человек убегает, но когда уже, значит, ну, уже убежал от медведя, естественно, он, допустим, руки поставил на колени и, допустим, он, ну, задыхается, да, и думает такое. Вот в тот момент происходит то, что, как бы, ну, очищаются, он входит в какой-то поток, то есть… Перенес дикий кризис такой, кризис такой перенес. У него там в голове все вылетело, у него была только одна идея убежать, потому что это… Правильно. Вот то же самое мы должны это вот представить вместо медведя. Да, и потом он сел, и это доминанта, а все другие, которые там были, напряжения, она их тоже сбросила, очистила. Да. А мы берем… Да. А мы что делаем сейчас? Мы медведя, как бы, с роли убираем. Да. И ставим ту, ту проблему, которая нам мешает жить. Стресс, стресс, да. Да, да. Правильно. То есть человек… Да, понятно, если человек там, скажем, человек там, если, ну, или там больной, или какого-то, ну, там, старший, понятно, ему бегать нельзя. Но это, допустим, если человек может бегать, то он может, естественно, скажем, создать, как бы, ну, типа он убегает от этой проблемы, да? Но потом, в момент, когда он останавливается… Ты хочешь сказать, эта проблема аналогична медведю, потому что во время встречи с медведем у него стресс был, и когда он проблему встречается с проблемой… Например, денег нету, а ему именно сейчас надо… Да, вот ему позвонили с банка, сказали, вот завтра, если две деньги не принесешь, мы убираем у тебя… Встреча с этим медведем, потому что нам неважно, медведя встретили, деньги потерял, лапочка сгорела, а тебе писать стихи надо… Нам неважно, главное, что с колыхания, адреналина, то же самое… Да… Ты это можешь сказать… А после этого наступает спад… А у некоторых людей там происходит в момент этого аффекта, эмоциональный аффект называется, причины же его разные… А у некоторых людей после этого аффекта сосуд лопается, если у него организм такой, то есть в принципе… Хорошо… А у другого… Нет, а у другого наоборот, после этого аффекта… То есть я хочу сказать, что кризисы тоже происходят, как в мире происходят кризисы, и потом войны происходят, а потом устанавливается новый порядок, да… Но это очень опасно, потому что мы не знаем, может там сосуд лопнет в момент… Да, но я говорю, это касается, допустим, молодежи, да, особенно у молодежи, у них как бы больше, да, вот скажем, адреналина, как бы, да, вот… То есть вот если использовать эту методику для определенного возраста, да, если еще, естественно, человек физически готов к этому… Я имею ввиду, это как одно средство избавления от проблемы… То есть это… Для разгрузки, он представляет себе… Это как бой с тенью для боксеров, он представляет себе начальника и начинает его колотить, и весь адреналин оттуда уходит… То есть действительно ты прав, что этот синдром, когда возникает синдром резкой мобилизации на эмоциональные какие-то непредвиденные или предвиденные ситуации, которые вызывают большой адреналин, экстремальные ситуации… За счет института самосохранения люди спасались тем, что они эти согласованные с этим состоянием действия осуществляли, а если это возникло у тебя, ты сидишь дома, и у тебя стресс возник такой по какому-то поводу… А ты вместо того, чтобы бегать туда-сюда по комнате и снять его, ты сидишь неподвижно, потому что думаешь, некрасиво же по комнате бегать… И вот этот конфликт внутренний, что ты не даешь этому адреналину выброситься… Вывести, да, выход… А сидишь вот так… Вот это есть несогласованность психических, физиологических процессов, которая называется отсутствие целостности, то есть дискармония… Поэтому я нервничаю… Считаю какую-то тему… Где день юляю… Они ходят туда-сюда по комнате, ногой качают, четко перебирают, раскачиваются… Они повторяют какие-то действия, которые снижают адреналин… А если разгрузку шалтает туда-сюда, то потом вообще адреналин меняется на эндорфины, появляется ощущение опьянения… Это же есть нирвана… Да, просто вот скажем… Даже вот смотрите… Почему вот… Раньше как было… Человек просыпается рано утром… Сейчас мы… Как бы я перевожу… Как бы ну… Похожую тему… Вот допустим человек утром просыпается… Ну как бы раньше как было… Просыпался… То есть у него вырабатывается кортизол… То есть гормон стресса… Чтобы он… То есть бодрый… Он должен пойти на охоту… Правильно… Для того, чтобы потом прийти… Накормить свою семью… И поесть… Правильно… Да… Ну да… Если он хороший семьянин… Да… Да… Но… Я имею ввиду… Вот сам механизм… Это просто сейчас… Допустим… В 21 веке… Да… Просто два… То есть естественно… Все по-другому… То что ты подходишь к холодильнику… И все берешь… Я имею ввиду… Что сам организм… То есть… Ну как было раньше… Да… То что… Человек… Он… У него настолько организм уже… То есть вот… Когда он… Значит вашей методикой… Как бы ну… Работает над вашей… Когда он… Ну эти действия… То есть естественно… Он приходит именно… Состояние… Как бы ну… То состояние… Как… Ну… Правильное состояние… Когда организм… Как бы… Входит… То есть… Природную… Как правильно сказать… Это мы говорим по ключу… Правильно… Разгрузка… Да… Мы говорим о вашей теме сейчас… Просто к чему я говорю… То что… Два… Ты хотел сказать… Когда использовать пик напряжения… Потому что на него положить… Наспределаемое… Представление… Что будет… Мы говорим сейчас про стереотипы… Которые… В двадцать первом веке… У нас… Они все больше и больше… Прибавляются… Понимаете… Они мешают нам… Видеть… То что нам нужно… Просыпаемся… Говорят… Утро вечера… Мудренее… Да… А когда… Хотя бы пять минут в день… Разгрузку… Психрогимнастику… То… То же самое… Мы потом утром… Просыпаемся… Еще мудрее… Потом… Очищается… Наш мозг очищается… От этих стереотипов… Которые… Постоянно… Ну… От всех впечатлений дня… Тревог… Беспокойств… В огнении… Мозг очищается… Конечно… Еще… И знаете… Что происходит… Когда… Значит… Когда… Делая вашу… Скажем… Ну… Методику… То есть разгрузку… Человек… Почему он входит в такое состояние… Почему… Потому что у него… Значит… У нас есть как бы… Ну… Ритмы мозга… Да… То есть… Есть бета-волны… Есть альфа-волны… Тета-волны… И… Дельта-волны… Да… Вот… То есть… Когда он… Когда… Стресс… Это как бы… Когда стресс… Это уже бета-волны… Потому что… Как бы… Ну… То есть… Это напряг… Скажем… То есть… Когда там… Все внимание… Какой-то ситуации… Там… Ты уже взрывайся… Вот… А ваша методика… То есть… Ну… Вот этот… Шалтай-болтай… И так далее… А вот она… Допустим… Человек переходит… Ну… Опускается на… Скажем… Альфа-волны… По чистоте… Да… Да… Ну… Хорошо… Хорошо… Ну… Скажи… Пожалуйста… Мы же… Не для того… Наверное… Это обсуждаем… Чтобы ты меня похвалил… Правильно? Мы… Мы… Да… Где… Да… Ну… Скажи… Ну… Я… Я говорю… Почему именно… Вот… Мы сейчас говорим… По поводу… Альфа-волны… Вот этого… Я… Вот… Я читал… Что… Значит… Этот… Эт… Да Винчи… Леонардо… Это вечер… Да… Он… Каждый час… Он просыпался… Каждый час… Да… Но… Что происходит… Когда человек… Начинает… Ну… Это… Особенно происходит ночью… Когда он… Ну… В ночное время… То есть… Он быстро… То есть… Он быстро входит… В альфа-волны… И тета-волны… То есть… Это… То есть… Те частоты… Которые… Именно человек может… Предвидеть… Да… Или там… Скажем… И… Избавляться от чего-то… Да… В котором он состояние находится… Вот… И… Поэтому… Я как бы… Прочитаю… Что… Как это все работает… Я… Поэтому… Будился… Почему… Именно Да Винчи он это делал… Каждый час просыпался… И потому что он… Когда просыпался… Он в тот момент еще был… То есть… Между соном и бодрствием… Слушай… Да… Ты уже начинаешь переходить… Ключ-3… Я об этом хотел говорить позже… Я вообще в школе… Ключ… Потом ключ-2… Потом ключ-3… Как использовать сон… Для того… Чтобы… Сделать это генератором творчества… И идей неординарных… Чтобы человек мог потом… На следующий день… На следующий день… Просыпаясь… Уже имел ответы… На какие-то вопросы… Как Менделеев… Менделеев… Открыл во сне… Ну… Так говорят… Но… Почему он открыл… А почему нам всем таблица не снится… Менделеевская… Потому что… Он же… Открыл то… Чем постоянно работал… А во сне… Открыл… Нашел ответы… Вот… Я об этом хотел в следующий раз говорить… Давай мы на эту тему… Ключ-3… Вот этот элемент… Как сон… Как… Это очень хороший пример… Ты привел… С Леонардо да Винчи… Это наглядная иллюстрация… Что это… Будет… И у других людей… Работать… Потому что… Я на самом деле… Изучаю гениев… Изучаю… Чемпионов… Олимпийских… Изучаю… Людей разных профессий… Чтобы понять механизм… Как они… Спят… Как они… Живут… Как они… Создают рекорды… И потом… Чтобы люди… Любой желающий… Мог бы… У себя… Это… Как это… Как это сказать… Еще метод… Ключ… У себя… Этот механизм… Активизировать… Вот так вот… И становиться… Гениаль… Как же в своем деле… Как же в своем деле… Вот… Подход… У меня… Правильно… Учись… У природы… Я изучаю… Гениев… И… Любой человек… Может… С помощью… Механизма… У себя… Эти качества… Устрел… Потому… Что… Мы… Все… Каждый человек… Эти качества… Маги… У… 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 … … Если… Дети непознательные, которые все время задирают родителей своих вопросов. А почему так? Почему луна? А почему там это бежные часы такие? А если люди не понимают, что эти детские запросы, это как раз эти развития личности. Но я сам видел, когда девочка передержалась в магазине и говорила, мама, мама, а почему там вот так? Она ей так. Да отстаньте от меня. Вот убивает человека. Плохо слышно, я вас не слышу. Я говорю, ты вместо этого шума лучше бы сыграл на пианино. Я просто читал статью одну, когда девушка сдавала экзамены, она готовилась к экзаменам и не спала по ночам. И в один момент она рассказывала, что между трех и четырех ночи у нее она вошла в какое-то состояние, в котором она получила ответ. то есть она вот именно всю ночь, именно ночью почему-то, когда она вот… Да, ну это много тому примеров. Ну давай вот об этой части метода ключ поговорим потом. У нас специальное будет… Вот сейчас мы проведем онлайн-курс ежемесячный, а после него следующий будем как раз по методу… по элементам ключ-3. Вот там как раз как используют сон и сновидения для поиска нужных нам решений и ответов. Просто я хотел тебе сказать, что… Ну очень здорово было бы, если бы ты как раз человек именно развитый в этом отношении, все время думаешь и все время изобретаешь. Ты меня слышишь, да? Ты меня слышишь? Да, да, я здесь. Я тебя почему-то люблю и уважаю, потому что ты все время в творчестве находишься, вот поэтому ну сыграй нам чуть-чуть, да, вот просто одну минуту. А я сейчас… Просто у меня нету сейчас рядом инструмента, но я обязательно… Ладно. Ну спасибо тебе огромное. Звони, звони, звони. Ты когда приедешь в Москву? Ну вот я вот сейчас жду, как получится обязательно. Давай. Мы будем писать новую… Будем писать новую книгу. Давай, давай. Мы ее даже… Я, кстати говоря, вот сейчас уже с издательствами разговариваю, чтобы о «Страха к свободе» книгу эту выпустить, потому что я над ней уже столько поработал, что она уже у меня… Я прямо, я не знаю, как ласточка такая, ласточка. Она полетит по всему миру, потому что там такие есть решения, такие есть идеи, которых раньше никогда в мире не было. Из-за тех же самых, как ты говоришь, вот этих штампов мышления, из-за этих стереотипов. Их не было, таких идей. А как только книжку прочитать, люди скажут, «Ой, слушай, а я же тоже так думал». Но не позволял себе быть в этом уверенным, потому что другие так не говорят. Вот люди часто вот так, «А я же тоже так думал». Ну а чё ж ты не сказал? А я думал, может, я не прав, понимаешь? Вот это стереотипы на нас давят, понимаешь? Поэтому метод нам помогает. Убирая стереотипы, быть увереннее и делать что-то новое. Вот это очень правильно, да. Ещё одно хочу сказать. Я видел пару упражнений. Я хочу потом это обсудить с вами. Мы можем как бы из этих упражнений сделать танец. И назвать танец Хасая Лева. Елки-балки. Ну да, надо совместно назвать то, что совместно сделали. Нет, это именно из тех... И знаете как? Именно то, что вы... Ваши упражнения, которые шалтай-болтай, только это когда человек во время танца, когда он танцует. А я тебе скажу, вот это шалтай-болтай, именно вот этот вариант разгрузки. Дочка моя придумала Сэйва. Сэйва Лева придумала именно этот вариант. А у меня изначально был, знаешь, какой вариант разгрузки? Это когда берёшь вот так качаешься, стоишь вот так качаешься. Когда руки сложил вот так вот. Ну там же много вариантов разгрузки. Ну вот этот вариант шалтай-болтай именно дочка придумала, и он оказался самый удачный. Но человек подбирает себе именно тот вариант, который ему подходит. Поэтому там несколько вариантов. И так, и переменания с ног на ноги, и там... И потом уже пошло и подбор дирижирования, и там много чего. Там много вариантов, потому что каждому соответствует своя синхронизация. Ну хорошо, хорошо. Я тебе, знаешь, ещё что хотел сказать. Приезжал бы ты быстрее, мы бы с тобой придумали что-то интересное. Но если ты придумаешь гимн, гимн придумаешь для школы Homo Futurus, какой-нибудь музыкальный, понимаешь, такой этот... А я бы придумал туда пару... У нас есть поэты в школе, у нас есть поэты, у нас есть... Такие, да, мы поэты, потрясающие. Я не говорю сейчас их имена, но вот когда мы, может, это осуществим в школе, ты музыку, она стихи, и мы обзовём и назовём, и тогда она получит тоже такой подарок. Я хочу сказать, что если меня слышат, то есть услышат меня... Все услышат. Да, все, кто услышат, я им хочу сказать, что ваш метод, это метод, который будет нужен ещё в ближайшие 200 лет, и все, кто... У всех, у кого есть предприниматели, бизнесмены, там все люди, которые хотят чего-то добиться, им ваш метод очень поможет. Это не реклама. Это, на самом деле, правда. Ну, это... Это, как бы, отзывы людей, и то, что я на себе практикую и вижу. То есть я вот это хочу вам сказать. Спасибо большое. Я тебя обнимаю. Звони, Карине, привет. До встречи. До встречи. До встречи.